В течение прошлой недели картина галереи принимала всех ценителей прекрасного. Там проходила выставка Обнинского духовно-просветительского центра «Вера, Надежда, Любовь. Князь Владимир избирает религию», а также выставка работ славянских художников. С подробностями наши корреспонденты. Для посетителей картины галереи были представлены 18 репродукций икон, страниц средневековых летописей с иллюстрациями, а также живописные работы русских художников 19-21 веков. Все они рассказывают историю принятия христианства на Руси, начиная от княгини Ольги и князя Владимира, первых русских мучеников Фёдора и Иоанна, пострадавших за веру Христову. Очень интересная история, как долго князь Владимир, несколько лет думал о тем, какую же веру выбрать для нашего народа. Обычно у нас среди народа такое мнение бытует, что проповедь, молитва Христова, она только в храме может производиться, но я думаю, что музей – это то место, где тоже можно рассказывать о Христе, о Его заповедях, любить друг друга. Это очень важно для нынешнего поколения, чтобы дети росли именно в любви и заботе друг о друге. Также в этом году исполняется 50 лет со дня проведения первой выставки славянских художников. Это хороший повод подвести итоги, рассказать об успехах и достижениях, о том, что удалось притворить в жизнь и что ещё предстоит сделать. К этому событию также была приурочена выставка картин художников Славянска-на-Кубани и Славянского района в выставочном зале картины галереи Славянского историко-краеведческого музея. За неделю мы приняли уже больше тысячи человек. Хочу обратить ваше внимание, что у нас в большом зале оформлена и другая выставка, не менее интересная, скажу вам. Это выставка, которая посвящена такой очень интересной круглой дате, 50-летию оформления и проведения первой выставки здесь, в картинной галерее. Ну и далее образование клуба «Илегия» наших славянских художников. Юбилейная выставка живописи и графики стала одним из главных событий нынешнего сезона. Профессиональное сообщество представило на суд зрителей работы различной жанровой направленности, многие из которых продемонстрированы впервые. Светлые и яркие краски, жизнерадостность и интересные сюжеты не оставили равнодушным в этот день ни одного ценителя искусства. Тина Копачевская, Александр Косицын, программа «События».